Во Владимирской области снова вспышка африканской чумы свиней. На этот раз в Юре в Польском районе. Вирус обнаружен у диких кабанов. Это уже второй случай заражения за два месяца. Напомню, в сентябре на карантин закрывалось охотхозяйство в Александровском районе. На этот раз вирус обнаружен в ходе мониторинга диких кабанов в Симском охотхозяйстве. Причем животные находились не в закрытом вольере, а просто разгуливали по лесу. Сейчас природоохранная прокуратура проверяет все предприятия, где содержатся домашние свиньи. В крупных хозяйствах области за техникой безопасности стараются следить. А вот среди держателей охотничьих угодий есть нарушители. Если говорить про охотхозяйство, то тут возникают объективные сложности. Кабан передвигается достаточно вольно, тут его ничем не удерживают. Но тем не менее охотхозяйство тоже обязаны меры принимать определенные для того, чтобы до минимума свести вот эту вот угрозу. В частности, в прошлом году нами было выявлено, что это охотхозяйство, когда забиваются животные, в том числе кабаны. Там, где забили, там все отходы и остались. То есть, если забивается больное животное, тут же эти отходы растаскиваются птицами, которые сами, конечно, не болеют. Но тем не менее, вот они по лесу все это растащили, кабаны доели другие и заболели тут же. Вероятно, африканская чума пришла к нам из Ярославской области. Там зафиксировано уже 16 случаев заражения. Для человека вирус не опасен, а вот поголовье домашних свиней под угрозой. В Симском охотхозяйстве объявлен карантин. В радиусе 5 километров уничтожат все поголовье. Правда, населенные пункты не попали в угрожаемую зону. Поэтому есть шансы погасить очаг, пока вирус не нанес непоправимого ущерба сельскому хозяйству. Руководству этого охотхозяйства было дано предписание по запрещению ввоза и вывоза всех животных на территорию охотхозяйства. По запрещению вывоза с этого охотхозяйства животноводческой и растневодческой продукции. По запрещению посещения охотхозяйства, что это немаловажно. Значит, всеми лицами, гражданами даже этого охотхозяйства. Никакого ущерба людям, вот именно здоровья людей нет. Но ущерб экономический, вы сами прекрасно понимаете, особенно для тех, для кого это единственный источник дохода, конечно, он огромен. Поэтому мы убедительно просим еще раз обратить внимание на те проверки, которые мы проводим, и на оперативное устранение тех нарушений в случае, если мы их выявляем.